понять как бы. Так, сейчас обновляшки, смотрим. Мы в эфире. Да, ты уверена, да, что мы в эфире? Я вот пока не вижу, что мы стартанули. Сейчас давай посмотрим. Да, все, поехали. Да, здравствуйте, дорогие друзья, канал Раджаба. Лев рад приветствовать своих зрителей и аудиторию. И сегодня, как вы догадались из ссылки в описании, у нас в гостях Фаруха Манатов. На самом деле, перечислять регалии Фаруха можно будет до завтра. Мы немножко ограничены по времени. Но вкратце просто скажу, что помимо того, что Фарух сейчас очень крутой тренер на полях медиапространства онлайн. Также он, скажем так, очень крутой атакер. Особенно как бы в плане позиций с разносторонними рокировками, если вы посмотрите это видео на ютубе. И обладает Фарух очень запоминающимся атакующим стилем. Ну и плюс, что мне не может импонировать, Фарух все-таки живет в городе Наневе, в котором я имею честь проживать аж с 1983 года. Поэтому, в принципе, можно считать, что мы с ним земляки. Поэтому, Фарух, привет. Как настроение? Привет, привет. Привет, Валентин. Привет, Алина. Привет всех. Приветствую всех слушателей. Рад, что меня пригласили. Пообщаемся. Как настроение? Да все. Все в порядке. Ждем, когда откроют границы и сможем куда-нибудь поехать. Хотя, я знаю, Алина уже начала ездить. Уже хотя бы по стране. Я-то еще пока не могу вырваться никуда. Ну, я бы, конечно, может быть, предпочла остаться дома, чем приехать в четвертый раз в Челябинск за последние полгода. Хотя все-таки, конечно, когда турниров нет совсем, то вот организаторы здесь делают все возможное, чтобы хоть как-то шахматную жизнь поддерживать. Так это же и хорошо, понимаешь? Ну, когда есть, допустим, вот точка, куда можно приехать и вживую поиграть. Понимаешь? Я думаю, шахматисты со всех стран мечтали бы иметь такое место, куда можно приехать и сыграть вживую. Я там в интернете вижу, кто-то сыграл рапид и говорят, что, ой, как хорошо онлайн. Онлайн это плохо, офлайн это хорошо. Поэтому, я думаю, в принципе, Максим Шушарин делает очень хорошее дело. Да, он молодец. А не было желания тоже куда-нибудь сорваться? Все-таки шахматная жизнь началась давно. Сегодня меня пригласили в Челябинск, вот буквально сегодня, но почему-то на май. Не на нынешний турнир, а в мае, который будет проходить. Не знаю, почему. Мне кажется, мне кажется, что Максим Анатольевич увидел сегодня мой пост на фейсбуке, что Фарух у нас сегодня в гостях. Может быть, может быть, да. Благодаря тебе можно сказать. Спасибо вам, ребята. Спасибо большое. Да, Алинка, слушай, ну я у Фаруха не могу не спросить. Фарух, ну вот мы очень часто этот вопрос задаем нашим гостям. Ты вот успел соскучиться именно по офлайн-шахматам и насколько давно вообще вот до начала пандемии у тебя был турнир именно за пределами Санкт-Петербурга? И вот скучаешь ли ты по этой обстановке, атмосфере? Ну вот, и вот как давно вообще это все было? В принципе, конечно, скучаю. Хотя не могу назвать себя сейчас профессионалом. Ну, в последнее время я, ну, даже не последнее время, в последние годы я уже не так профессионально отношусь к игре. Да, я играю, но, понимаете, у меня немного уже другое отношение. То есть я не как раньше там пытаюсь обязательно выиграть турнир там или показать очень-очень хороший результат. Сейчас я уже более классовски отношусь к этому, играю в свое удовольствие. Если получается выиграть что-то, ну, что ж, очень-очень даже неплохо. Да, слушай, ну, Пару, то есть если я правильно понимаю, у тебя вот как мы вот все вот мужчины, которые там как бы разменяют четвертый десяток, то есть это называется житейская мудрость, да? То есть если как бы в юности присутствует такое понятие, как юношеский максимализм, когда непременно хочется быть как бы либо первым там, либо в тройке, да? То с возрастом ты начинаешь понимать, да, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, да? И совсем. У меня немного другое отношение к этому, понимаешь, Валентин? А вот если, ну, вот, брать, допустим, любую сферу, я не знаю, жизнедеятельности, в любой сфере, в бизнесе, я не знаю, инженерии, там, в педагогике, везде. А человек строит карьеру и, ну, грубо говоря, доходит до своего потолка, до своего пига, а потом, после этого он старается перебивать свои знания, какие-то навыки, свой опыт следующему поколению. И вот это, я считаю, что это, ну, самое идеальное, что может быть. Ну, грубо говоря, футболист, давайте к кому-нибудь прийдем к примеру, Зенитин Зидан. Так. Добился всего, был чемпионом мира, чемпионом Европы, все кубки, лиг, все, 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 что можно, он заработал. И пиком его карьеры становится уже тренерская деятельность. Вот, и я считаю, что, что и в шахматах то же самое. То есть ты чего-то достигаешь, накапливаешь, накапливаешь знания, накапливаешь, там, я не знаю, какой-то материал, и потом хочется делиться этим со своими учениками, там, фолловерами или, там, последователем, как угодно можно сказать. Да, 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 сразу два момента. То есть, ну, про футбол-то я тоже могу бесконечно разговаривать. Я помню, то есть, когда у нас Рауф Маметов был в гостях, мы углубились в футбольную тематику, и на 20-й минуте моя прекрасная соведущая заскучала, потому что мы, в принципе, могли бы с Рауфом как бы до конца эфира про футбол только и разговаривать. Ну вот, ну, про Зинидина Зидана я могу только сказать, что, то есть, он добился всего, да, потом боднул матерации головой в грудь, да, после чего понял, что пора все-таки становиться тренером. Ну вот, а по поводу именно передачи поколением опыта, вот мне эта мысль очень нравится, да, то есть, получается, ты вот сейчас стал тренером, сразу же с языка слетает вопрос, если вот у тебя, например, какой-нибудь любимый ученик, ну, всегда же как бы есть любимчики у тренера, ну вот, наверняка, я думаю, что есть, конечно, но, понимаешь, вот, кого-то сильных шахматистов называть, это не совсем скромно будет, это, во-первых, во-вторых, не совсем этично, потому что, понимаете, когда ты, допустим, ну, грубо говоря, вот я Алину готовлю, и если соперник или соперница Алины будет знать, что я готовлю именно Алину к турниру или к партии, то это дополнительная информация, поэтому я не буду все-таки раскрывать имен каких-то таких известных шахматистов, но, конечно, есть шахматисты, с которыми мне приятно заниматься, с которыми, ну, не знаю, даже общаться приятно, есть, есть, конечно. Назвать не буду. Да, нет, ну, слушай, Фарух, нет, получается, да, я недавно с Алиной, когда на эту тему беседовал, вот Алина как бы тщательно скрывает имя своего тренера, и я все никак не мог понять, почему, и она как раз-таки вот то же самое мне сообщила, что поведал сейчас ты, что зачем давать определенную фору, да? Более того, Валентин, я тебе скажу, топ игроки, когда анализируют там какую-то позицию или партию, они используют два движка, два движка, один движок известен, это стокфиш, а вот про второй никто не говорит, у каждого он свой, понимаешь? Ты, допустим, анализируешь, ну, грубо говоря, ну, не знаю, с кого-то, а я буду анализирую. С чем? С Лилой. Ну, нет, ну, я так, утрированно, может быть, Лила, может быть, там, Альфа-Зера, может быть, еще что-то. Вот так. Ну, Оленечка, подожди, давай я закончу мысль, то есть советские, в советское время там единственное исключение из правил, это был Лев Абрамович Полугаевский. Ну вот, то есть, как бы, получается, ты вот не испытывал проблем... А Михаил Моисеевич? Ну, Михаил Моисеевич все-таки патриарх советских шахмат, да, то есть это как бы, ну, это все-таки глыба, да. Я имею в виду там из гроссмейстеров, ну вот, сильных мира всего. Мне вот просто интересно, ты вот, насколько у тебя совмещалась учеба, будучи технарем, с выступлением в шахматных соревнованиях, насколько это сильно мешало? И как тебе вот твое высшее образование как-то помогает, ну вот, в преподавательской, тренерской деятельности? Уж больно интересно, потому что, то есть, как бы, все-таки, если я правильно понимаю, по специальности у тебя там что-то связанное либо с программированием, да? Ну, я думаю, ты сам расскажешь. Нет, у меня как раз факультет мой связан был с телефонией. Мой вуз был основан как дополнительный, не знаю, вуз при Бауманке. Как вы помните, ну, нет, хорошо, вы не помните, конечно, но в 60-е годы мы освоили космос, и Юрий Гагарин первый улетел в космос, и Бауманский университет, он готовил специалистов для освоения космоса, ну, и продолжает. Это считается лучший, наверное, технический вуз в России. А мой вуз был создан для связи с космосом, то есть, у нас обучение проходило, ну, основное направление, это было создание связи между, допустим, Землей и космосом, ну, то есть, телефония, можно сказать. Вот, и мой факультет, вот я как раз телефонией и занимался. Ух ты! Да, но, порог, да, при этом, как бы, важная ремарка, да, все-таки, мое чувство юмора нет-нет, да просыпается, все-таки, как бы, с космосом, дорогие друзья, имеется в виду, космос в полном понимании этого слова, а не одноименная гостиница в Москве, да, с которой у многих шахматистов связаны приятные воспоминания. Это точно. Да, 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 дорогие друзья, во-первых, как бы, я сейчас вас призываю, что Фарух сегодня хотел затронуть максимальное количество тем, именно поэтому, что видно из описания к ролику, поэтому, если у вас есть вопросы к нашему гостю, не стесняйтесь, задавайте. Ну вот, а я думаю, как бы, задам все-таки вопрос, который у меня так и слетает с языка. Очень интересно, Фарух, как состоялось твое эпичное знакомство с самым, наверное, известным стримером русскоязычного шахматного пространства Максимом Захаровичем Амаривым, с которым у вас очень, получается, дружный тандем, ну вот, учитывая, что я много раз смотрел ваши стримы, ну вот, очень хотелось бы, чтобы ты приоткрыл завесу тайны вашего знакомства, как это произошло. Ничего секретного в этом нету, более того, я вам скажу, я ни разу не видел Максима вживую. Мы с ним сотрудничаем, общаемся, ну, практически, не знаю, каждый месяц, ну, несколько, не знаю, несколько часов, но при этом вживую я его еще ни разу не видел. Вот, как получилось, ну, вот так получилось. Максим как-то однажды меня пригласил, и у нас, ну, какой-то такой тандем, не знаю, насколько получается полезный или выгодный, но, в принципе, Максим любит меня приглашать к себе на канал. Вот, и там уже я знаю многих, ну, не многие, но есть определенные фуловеры, которые приходят меня послушать. Вот, Максим, правда, мне говорил, что он-то меня видел, он-то меня видел, кстати, может быть, даже в гостинице «Космос». Вот. Но я вот не помню этого, правда, я не помню. Он так, может быть, издали меня видел или не подходил ко мне, а я его не видел. А как вообще такое возможно, чтобы любой шахматист не видел Фаруха? Ну, как бы, не знаю, мне кажется, что все должны. Понимаешь, нет, Максим, понимаешь, Алина, он же не часто играет в турниры. Ну, вот, он больше занимается вот своим сайтом, каналом. Так что такое тоже бывает. Ну, опять же, он живет в Москве, я в Санкт-Петербурге, все-таки нам. Хотя он меня приглашал на, помните, в прошлом году проходил этот мюзикл «Шахматы»? А, «Шахматы», который? Там приглашал, вот, не получилось у меня приехать. Ну, я так полагаю, Фарух, это, видимо, совпало как раз вот с этими там пандемически коронавирусными временами. Ну, вот, или какие-то там... Возможно, возможно. Но хотя нет, хотя... Не-не-не, шахматы осенью были. Ноябрь уже люди стали ходить в театры и, там, не знаю, в киноконцертные залы. Уже можно было, в общем. Ага. Слушай, нет, ну, Фарух, для меня, вот, опять-таки, вот, я удивлен тем, что, получается, вот твой творческий союз с Максимом Захаровичем, я был уверен, что ты все-таки его видел в лицо. То есть Максим Захарович по-прежнему, получается, даже с людьми, с которыми он очень тесно сотрудничает, не приоткрывает завесу тайны, да, чтобы показать свое высокоодвухотворенное лицо. Это, конечно, прекрасно. И я, вот, как бы... Не, ну, зато, Валя, смотри, это крутая тема. Вот ты ведешь крутой канал, да, развиваешь шахматы. А потом вот тебе нужна какая-то пушка, да, вот что-то вот сделать. И потом Максима Мария в прямом эфире с веб-камеры, да, там миллион людей придется смотреть просто. Так нет, ну, Ален, слушай, он же, как бы, получается, он-то вообще этим занимается, по-моему, там, с какого-то, 14-го или 15-го года, и, получается, до сих пор, как бы, не показал. Как бы, у него там, я не знаю, он стримы из ванной ведет, как бы, почему такое стеснение? То есть каждый раз какие-то, как бы, секреты. Вот, то есть, как бы, для меня, например, это странно. Ну, ладно, то есть пока, как бы, у нас там чат занимается флудильный, у меня, ну, я отвечу, как бы, школе шахмат-шахматов. Алин, правильно я сказал? Да, наконец-то, наконец-то. Да-да-да, отвечу, как бы, школе шахмат-шахматов, что Алина в Челябинске, да, Алина в Челябинске играет в турнире, и сегодня проиграла партию года господину Макаряну. Эпичную битву, после чего, как бы, Рудик, я думаю, сейчас на радостях уничтожит Додо Пиццу полностью весь ассортимент. Ну, вот, соответственно, у меня тогда к Фаруху еще будет вопрос. А вот, если верить скупым строчкам в интернете, вот, написано, что ты, Фаруха, в 2022 году, вот это соответствует действительности? Да-да-да, абсолютно верно. Вот, слушай, да, и мне вот интересно, то есть, получается, сейчас я быстро калькулирую, 88-92, тебе на тот момент было... 14 лет. 14 лет, да. И вот мне всегда интересно, то есть, ну, в этом же возрасте мы немножко по-другому смотрим на мир, там, и все победы, там, нас приводят, там, в состояние неописуемого восторга и чувства дикой эйфории. Ты вот что испытал, когда выиграл этот турнир? Ну, вот, ну, я вот могу судить по себе, то есть, когда ты в таком возрасте, там, ну, что-то там выиграл, я уж там про себя, я скромно умолчу, но всегда кажется, что, вот, мир кажется таким светлым, будущее кажется безоблачным, тебе кажется, что ты впредь будешь выигрывать, все будет усыпано лепестками роз, пока не сталкиваешься с суровой реальностью. Вот, у тебя какие были эмоции, ощущения, когда ты выиграл такой знаковый турнир? Ну, я как раз не могу вспомнить, что я был в какой-то эйфории или еще что-то. Турнир я выиграл, да, и это, наверное, был самый первый такой большой успех, но, понимаешь, вот, ну, наверное, в современных школах то же самое и сейчас происходит. У нас в советское время была очень популярная тема для сочинения, кем вы себя видите в будущем. Я с детства знал, что я буду шахматистом, понимаешь, ну, как бы, и это все, все, как бы, оно шло, 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 и я, там, стал выигрывать какие-то турниры, и в итоге я все-таки пришел к своей мечте и стал шахматистом, даже уже, там, в осознанном возрасте. Поэтому, ну, да, была радость какая-то, но не скажу, чтобы это была какая-то эйфория. Вот, ну, правда, не было такого. Более того, мне там пообещали турнир сразу после этого чемпионата, что я сыграю в турнире, в опен-турнире, вот, и... Так сложилось, что меня не пустили туда. А не пустили, слушай, по каким-то там... Ну, там какие-то небольшие какие-то были подковерные игры, вот, и где, 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 где... Ну, видимо, закулисные интриги, да, которые всегда... Да, там были какие-то интриги, и там, ну, просили кое-что, я там не согласился. В общем, ну, вот, какие-то небольшие нюансы, ну, и в итоге, в общем, я остался без турнира. Ну, без, ну, без опен-турнира. Ну, в принципе, ничего страшного. То есть, грубо говоря, не сложилось. Ну, вот, смотри, Фарух, ну, мне тоже интересно, то есть, получается, ты же выигрывал и Moscow Open, да, ну, вот, и Владимир Open, и Мемориал Циолковского, а вот, вот, какой турнир, который ты выиграл, тебе запомнился больше всего? Вот, радость была от чего? Ну, я, я, вот, на твоем месте, я бы, конечно, дико радовался бы, если выиграл Moscow Open, потому что, как бы, он у всех на слуху. Либо, как бы, были более приятные эмоции от победы в каком-то другом состязании. Moscow Open я выиграл, это был первый турнир. Это был самый первый турнир Moscow Open, понимаешь? Он еще не был таким крутым и большим, как он сейчас. Как он был года четыре назад. Сейчас это тоже не крупный турнир, к сожалению. А, правда? Ну, я, 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 я вот последнее время не слежу, ну, в этом году, по крайней мере, не следил. Вот, поэтому, ну, я вот к этому, как раз не так, чтобы относился. А вот турнир, который мне запомнился, это турнир по Блицу. Я его выиграл буквально года три назад. Кубок Евразии называется. Проводила Казахстанская Федерация Шахмат, с которой у меня очень хорошие отношения, и у меня очень много друзей в Казахстане и студентов. Вот, и турнир был неимоверно сильный. Неимоверно сильный, который, ну, вот, мне повезло, и я его как-то удалось выиграть. Второе место Ян Непомнящий занял, кстати. Ух ты, да, ну, Фарок, ты же, получается, как... Да, я в последнее время Шахрияра 2-0 выиграл. Ну, вот, как-то так сложилось. А, самого Мамедьярова, да, получается? Да, да, да. Обалдеть. Вот это мне было приятно. Ну, не из-за того, что там большой приз как-то, но просто в очень хорошем составе, играя с друзьями, сильными соперниками удалось выиграть турнир. Ну, было очень приятно. Слушай, ну, Фаруху сразу же тогда вот у меня мысль заработала вообще как бы с калейдоскопической быстротой. То есть, я же знаю, что ты недавно первенствовал, по-моему, в Вечерке, да? Ну, вот, первое место. Знаете, как раз-таки там ярко сверкнул новый талант Семен Пузыревский, да, который как бы отобрался. Вот, то есть, как бы, ну, пользуясь случаем, не могу не передать привет Максиму Викторовичу Новику, да, который посмотрит наш стрим к записи, да, и лишний раз покряхтит, когда же меня снова ребята пригласят на эфир. Ну, вот, и, соответственно, у меня просто как бы вопрос. Ты вот, сейчас же как бы большинство предвлекает классическим шахматам быструю смерть, ну, не быструю там, но в недалеком обозримом будущем, и что приоритет будет отдаваться быстрым контролям. Ты вот как бы согласен с этой точкой зрения, что классика вымирает, и что типа за рапидом и блицем будущее, или ты так не считаешь? Нет, это однозначно так. Это уже происходит на протяжении, не знаю, последних лет двадцати. То есть мы, ну, руководство ФИДе стремится, стремится попасть, попасть на телевидение. Ну, по крайней мере, тогда мы стремились. Чтобы попасть на телевидение, семей, там, часовой контроль, в принципе, нелогичный. Понимаешь, люди не станут сидеть и смотреть, не понимая ничего, семь часов. Ну да, Фаруф, потому что нету динамики, да, в этом? Ну, конечно, конечно. В основном, допустим, те люди, кто, допустим, захотят посмотреть матч или партию какую-то, они будут в основном следить за эмоциями. Более того, я вам скажу, вот это, опять же, мое субъективное мнение, люди, которые приходят посмотреть, как играет Магнус, они ведь в большинстве своем, ну, редко понимают все, что происходит на доске. Для них очень интересно посмотреть на эмоции чемпиона, как он себя ведет, как у него там, я не знаю, пиджак, рубашка заправлена, или там, я не знаю, волосы растрепаны, понимаешь? Для них вот эти эмоции человеческие важны. И то же самое происходит, допустим, на телевидении, когда мы придем, и будет, допустим, какой-нибудь контроль, ну, грубо говоря, там по 15 минут, и на висячих флажках, когда будут руки дрожать, когда, я не знаю, пот выделяться, у кого-то холодный, а у кого-то не холодный. Вот для людей, для обывателя простого, вот это самое важное, понимаешь? А сидеть и смотреть, как, я не знаю, 27 ходов люди сделают по теории, потом еще ходов 16 сделают и согласятся на ничью, при этом потратив, не знаю, 5 часов, ну, как-то все-таки... Ну, да, я ухватил твою мысль, то есть, грубо говоря, в классике сейчас все меньше и меньше отсутствует элемент шоу, но он там, в общем-то, и не присутствует. А вот, Фарок, кстати, тогда сразу тоже вопрос, вот знаешь, как бы есть два типа шахматистов, то есть некоторые есть вот там, как Борис Васильевич Спаский, который, про которого там говорили, что там Спаский всегда сидит за доской с самым невозмутимым выражением лица, и вы никогда не сможете понять, пожертвовал он или зевнул. А вот тебя эмоции во время партии выдают? Да, конечно. У меня, мне кажется, все на лице видно. Более того, современные топ-игроки занимаются специально этим. Ну, вот, покер-фейс иметь. То есть, чтобы эмоции не выдавали. Это реально, они занимаются психологами, там, я не знаю, какие-то, какие-то драйвовые ситуации, наверное, там, загоняют себя, но при этом остаются невозмутимыми. Чтобы соперник по твоему лицу ничего не определил. Вот. Но, с другой стороны, я знаю массу массу шагматистов, причем топ-уровня, у которых на лице все написано. Тот же Магнус, вот, если на него посмотришь, ты можешь понять, позиция у него хорошая или плохая. Или Ян, к примеру. А, слушай, ну, вот по поводу, вот у нас тут есть фанатки Яна Непомнящего, Алена Александровна, правда ли, что как бы по лицу Яна можно идентифицировать, земнул ли господин непомняющий или забыл анализ защиты Грюнфельда, насколько это соответствует действительности. Расскажите, Алиночка. Я думаю, всем будет интересно. насколько по лицу Яна видно, что он что-то забыл, потому что лично я считаю, что Гроссмейстерс 2700 не имеет никакого морального права что-то забывать в принципе. Вот, это я так считаю. Но, в целом, я не обычно... Как же глубоко ты заблуждаешься. Вот я женщина, я вот могу забывать, да, вот для меня Ян непомнящий, это... Боже мой, этот чувак знает столько всего, и как он может забыть вот тут какой-то шестой ход, это же просто смешно. А потом, как бы, вспоминаешь про человеческий фактор, но в целом-то Ян, он же больше удивляется, такой, типа, что происходит, типа, здесь непонятный какой-то ход, но я не думаю, что он показывает, что он что-то забыл. Нет, ну, Алинка, то есть ты хочешь сказать, что ты как раз... Что забыл, это можно понять. Нет, вот если он ошибается, я имею в виду, там, ну, в течение партии, где-то он ошибку допустил, и вот по лицу его видно, что он допустил ошибку. Вот если его на время... У вас есть больше времени, вы можете посмотреть на него, определить, что он начал там головой кивать, все, и сразу вникайте в позицию, ищите правильный ход. Да, ну, слушай, Фарух, например, там в том же Блице, да, ну, я думаю, в Рапиде, например, если ты знаешь гамму эмоций соперника, проще, да, понять, как бы, например, земнул он или пожертвовал, а в Блице, да, когда начинается вот эта вот долбежка, нестанная секунда... Об этом и речь, да, если вы тут не успеваешь посмотреть на Яна, понять, ошибся он или нет, он кивает ли головой, или глаза прячет от тебя, тут нет времени, тебе приходится сразу моментально отвечать. Да, в классике, в классике, вот это может быть и неплохо было бы. Ну, мы все играли, мы с Яном Непомнящим, которого все на лице написано, я вот думаю, сесть с каким-нибудь вашелогравом, ну, я бы не сказала, что он такой прям эмоциональный парень сидит, как бы, ну, что-то глаза... Нет, вот Алинка Эмвел, это как раз-таки, по-моему, вообще максимально индифферентный, то есть там вообще по нему не поймешь, что вообще происходит, играет Лёнг Сашмот, или думает, что он в карты сел, да, в покер перекинуться, то есть по Максиму, по-моему, не определить. Это все-таки, что, ну, Блиц, как бы, там порой бывают люди, у которых, как бы, они в Блиц играют гораздо сильнее, чем в классику. например, из питерских Блицоров, очень, ну, вот, ты наверняка знаком с моим близким товарищем, Олег Викторович Гаврилов, тебе привет, то есть, как бы, Олег, в принципе, как бы, у него разряд простой кандидат в мастера спорта, да, который, как бы, там, периодически, там, может обыграть гроссмейстера в Блиц, то есть, как бы, ну, в Блиц он играет, по-моему, ну, на разряд сильнее. Ну, вот, как бы, вот из, ну, во-первых, мне интересно, довелось ли тебе в свое время скрестить шпаги с легендой петербургского Блица, Ленинградского Генрих Михайловичем, и есть ли у тебя любимые Блицоры именно из Ленинградской школы и в целом? Вот, очень интересно было бы узнать. Ну, прежде всего, я сыграл два раза. Два раза. Было это давно, лет 15 назад, и если ты помнишь, были матчи, Москва-Санкт-Петербург. Конечно, помню. И каждый год друг к другу ездили в гости, и как-то так случилось, меня пригласили, я тогда жил в Москве, сыграть за сборную Москвы против Санкт-Петербурга. В классику два, две партии, я сыграл один-один с Денисом Евсеевым, а потом, я не помню, уже, наверное, после матча был, состоялся Блиц-турнир. Блиц-турнир между, ну, я не помню, там, может быть, лучшие-лучшие игроки команд. И в какой-то момент я сажусь играть, и против меня садится дедушка. К своему стыду, вот, правда, я не знал его тогда. Я слышал фамилию Чепукайпис, но лично знаком не был. И когда я сел, я думал, ну, я подумал, ну, дедушка сам, и садится, а ему уже было, наверное, под 70, ну, может быть, чуть меньше. Вот. Седой головой. И тут он садится, и черными, понимаешь, играет, как это правильно называется, вариант? Уйтелка, да? Защита уйтелка. Я пытаюсь играть академично, он где-то начинает прорваться, то ли Б5, то ли А5 где-то, вскрывается одна линия, потом он сразу на королевский фланг, аж 5, что-то же 5, и в итоге я просто теряюсь и смотрю, меня просто со всех сторон давят. И у меня ни одного шанса не было, чтобы даже ничьё сделать. Я проигрую первую партию, а следом и вторую. А белыми он что с тобой расставил? Вот это вот, кажется, D4 и Слон-Ж5, да, коронная? Что, что? Ну, а белыми он расставил как бы свою эту короночку D4 и Слон-Ж5, да, то, что он почти всегда это. Боюсь собрать, Валентин, может быть, может быть, но что-то тоже очень непринципиальное и очень быстро. Ага. Я легко... Ты же знаешь вот эту знаменитую историю, как в свое время Марк Евгеньевич Тайманов, да, то есть там партия в Блиц в одном из турниров Вечерки, да, то есть партия Чепукатис Тайманов D4, D5, Слон-Ж5 Тайманов на автомате играет E6, получает Слон-Бьет D8 и в сердцах говорит Чепукатису вам бы лучше в ларек пивом идти торговать. Ну, то есть как бы вот одна из самых известных историй про Чипа. Ну, то есть получается с Генрих Михайловичем у тебя получается 0-2, да? 0-2, да, да. Да, слушай, мне всегда с трудом, с трудом, если удается выигрывать, то только за счет того, что он играет одни и те же дебюты, понимаешь? Вот он играет один и тот же вариант, он проигрывает, но он все равно идет туда, вот, ну, не знаю, но если он получает более-менее хорошую позицию после дебюта, ну, страшнее зверя не найти. Ага, слушай, нет, мне-то, кстати, казалось, что господин Новик Сиядин в плане дебютов, во всяком случае, ты же наверняка Фаруха не... Со мной он играет только Каракан. А, ну, видимо, это под соперника, да, потому что я знаю, что Максима Викторовича достаточно обширный дебютный репертуар, я думаю... Что он и все Максима Викторовича? Ну, Алинка, ну, просто иногда любопытно, я просто, давай, закончу мысль, да, Фаруха, а кто-то еще вот из питерских блицоров, вот есть как бы чья-то персона... Ну, много же сильных шахматистов, ну, тот же Петр Свидлер, Максим Матлаков, Витюгов, нет, ну, ага, сходу могу назвать, наверное, человек 10, которые правда сильно играют в блиц. Кроме того, что они в шахматы хорошо играют, так они еще и в блиц хорошо играют. А, я понял. Да, слушай, как скоротечное время, но вот я там видел в чате, вбрасывали вопрос, да, Алинка, видела? Вопрос как бы, то есть поприветствовали мастер-фиды, человек с ником мастер-фиды пишет, Алина, Валентин, Фарух, привет, сегодня будут только беседы или мы увидим шахматы? Вот, я думаю, что увидите, дорогие друзья, учитывая факт того, что Фарух сегодня очень ограничен по времени, мы специально сегодня, опять-таки, спасибо и Фаруху, которую мы сегодня успеем посмотреть. Я думаю, Алиночка, давай как раз таки, или если у тебя есть еще вопросы, я хотела спросить, вот тут как раз в чате наш один из постоянных зрителей, Вадим Дубицкий, задал один вопрос, вот, и я, чтобы как бы к нему подойти, хотела спросить, Фаруха, вот получается, ты уже живешь много лет в России, да, много лет там уже в Санкт-Петербурге, вообще удается ли как-то следить за шахматами в Таджикистане? То есть, все равно, что ты там играешь на Олимпиадах, да, то есть у вас, может быть, меняется поколение игроков, вот там как раз таки, Вадим спрашивал, что 13-летний подросток из Душанбе выиграл чемпионат, какой, по шахматам столицы Таджикистана среди взрослых, вот, в 13 лет, да, в Душанбе, и, ну, вот, вообще, как у вас там, не знаю, с юным поколением, какая-то есть ли поддержка для шахматистов? Мне сложно говорить об этом, потому что, ну, все-таки я там уже, не знаю, с прошлого тысячелетия не живу, поэтому, вот, прям всех деталей не знаю, но, но, я знаю, что Федерация Шахмат Таджикистана работает, старается, выискивает там, возможности финансовые, чтобы, ну, как-то помогать, помогать и расти молодому поколению. С этим молодым человеком, который стал чемпионом города Душанбе, я, я знаком, но я видел его еще, ну, не знаю, двухлетним мальчиком примерно, может быть, трехлетним, потому что у него отец, вице-президент Федерации Шахмат и мой близкий товарищ, вот, и я даже более того, более того, я скажу, он в интервью сказал, какую фразу, когда у него спрашивали, ну, вот, какая у вас мечта, он говорит, у меня две мечты, я хочу стать чемпионом мира и сыграть с Фарухом Аманатова. Я, правда, ставит в Рове две такие мечты, понимаете, ну, я понимаю, что ему приятно, может быть, со мной сыграть, но, а мне-то каково. Слушай, Фарух, погоди, а он в какой последовательности их расставил? Сначала чемпионом мира, потом с тобой сыграть? Не помню, вот, правда, не помню, но, то, что вот это две его такие заветные мечты, это факт. Ну, и я где-то записал там в комментариях, я готов с тобой сыграть, если так уж хочется, то давай сыграем. Да, прекрасно, ну, смотри, Фарух, я в какой-то степени выполняю мечту человека, он мечтает об этом, и тут вот мечта воплощается. Ага, я понял. Сейчас, Фарух, с твоего позволения, Алина, сделает несколько технических рокировочек, да, и, дорогие друзья, чтобы вы понимали, то есть, мы, когда созванивались перед эфиром, я Фаруху предложил рассмотреть две его партии, ну, опять-таки, наиболее известной, если верить все знающему интернету, это партия с Тимофеевым из суперфинала 2007 года и с Леку Анклиемом из как раз-таки Аэрофлота 2008 года. Ну, Фарух как бы любезно прервал мои умозаключения, предложив партию с Женей Алексеевым, которая, опять-таки, вот всем фанатам творчества восьмого чемпиона мира Михаила Нихемича Таля, вот рекомендую сейчас посмотреть, что будет происходить на шахматной доске, потому что то, что сейчас Фарух будет исполнять, очень напоминает решающую партию матча претендентов Таль Ларсон из претендентского матча 1965 года. Ну, вот уж больно похожа структура, но тут Фарух по степени риска, мне кажется, сравнился с рисским волшебником. впрочем, давай сейчас, Фарух, я думаю, предоставим слово тебе. Ну, вот, и я могу от себя еще добавить, что я не так часто имел возможность наблюдать, чтобы с Женей играли настолько безбашенно, тем более в классику. Ну вот, Фарух, теперь слово тебе. Да. Могу я вас попросить убрать нотацию, Алин? Фарух, мы ее видим только мы. А, ее не видно, все, потому что мне кажется, что ее видно, и все, хорошо. Итак, моя партия против Евгения Алексеева. Надо сказать предысторию, предысторию. Это турнир финал Кубка России. Финал Кубка России проходил в городе Серпухов. Я там очень здорово играл, честно скажу. И система, нокаут-система. Первые четыре партии я выиграл. То есть у двух соперников я выиграл по 2-0. Это Максим Туров 2-0 и потом Семен Дворец 2-0. В третьем круге я встречаюсь с жене Алексеевым и мы начинаем играть. Итак, я играю белыми, играю Е4. Е4, С5, конь Е3, конь С6, Д4, взяли, взяли, конь С3, Д6. Через несколько лет Женя Алексеев станет, ну, если не топ игроков, то практически приблизившись к ним. Он станет чемпионом России, он попадет в сборную России и все остальное. Вот. Но на тот момент все-таки он еще только-только начинал это восхождение. И, кстати сказать, у него дебютный репертуар был довольно широким. То есть подготовиться я не мог. Ну, я примерно прикидывал, что у нас будет, но конкретно какой вариант я не мог угадать. Поэтому пришел к выводу, что буду играть только свои варианты. Какие-то свои варианты я повторил и буду стремиться играть и переходить к этим вариантам. Поэтому я пошел слон Е3 и на коне в 6 я пошел слон С3-4. В принципе, это давняя-давняя любовь, прям с детства атака Велимировича. Мне она в целом очень нравится. Когда-то мне давно таджикский мастер показал этот вариант, ну и вот она у меня осталась любовью на всю жизнь. Далее последовала А6, ферзь Е2 и в быстром темпе Женя сыграл конь А5. И тут я понял, что соперник подготовился ведь ко мне. Соперник подготовился, он очень быстро пошел конь А5. Ну, как правило, играют либо ферзь С7, либо слон Е7, либо какие-то примерно такого рода ходы. А он играет конь А5. Но я помнил, что понятно, что я не повторял, я не ожидал, что этот вариант будет, но я помнил, что если черный рано выводит коня на А5, то слона уже мы ставим на Д3. Обычно мы ставим слона на Б3 и его держим там, но если соперник пошел конь А5 рано, тогда выводим слона на Д3. Ну, в принципе, что я и сделал. Я пошел слон Д3 и опять мгновенный ответ Б5. Б5. Ну, здесь я уже сажусь поудобнее и начинаю вникать в позицию, так как эта позиция уже не знакома для меня. Ну, смотри, если я правильно понимаю, на секундочку вклинюсь, то есть ты в какой-то момент, когда понял, что стал жертвой подготовки Евгения, то есть тебе в какой-то момент уже, по-моему, с 10-го хода ты мне говорил, что уже пришлось творить за доской, да? Ну, если я правильно понимаю. Поэтому я вот здесь начал уникать сам в позицию и пытался понять, что происходит и какие ходы следующие у меня. Как правило, в сицилианских защитах я ухожу королем в длинную сторону. То есть я стараюсь играть в принципиальные шахматы. Вот. Но в этой партии я не стал сразу делать три нуля, а решил пойти F4. F4 в чем идея была? То есть я пока не решался, куда увезти своего короля. Ну, я так. Были мысли даже, может быть, уйти в короткую сторону. Но, 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 пока у меня были сомнения, я решил, что давай-ка я пойду F4, не определяя своего короля. Женя сыграл сломбой 7. Надо сказать, после партии он мне сказал, что основной ход вместо F4 по теории считается B4. Ну, вот так, B4 очень интересно, потому что конь-то идет все-таки сюда. Нет, 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 Алина, если конь уходит на B7, у нас все идеально. То есть жертвуется, да? Да, да, да. Коня надо отдавать на C4, конь C4, Bc, ну, и вот такого рода позиции возникают. У черных не хватает пешки, ну, перс C4, к примеру, но при этом у них два слона и в принципе какие-то слабые поля, слабые там. Ну да, здесь как-то черные сразу, да, начинают обучить. Так вот однозначно не скажешь. Вот, у кого лучше, у кого хуже, ну, опять же, это на любителя. Кто любит материал забирать, тот может пойти. Но я как раз не очень люблю забирать материал, поэтому я предпочту какие-то другие. Я думаю, предпочтешь все-таки его пожертвовать, чем забрать, да, потому что у тебя... в принципе, да, выбирая между этим, я лучше постараюсь, ну, попробую жертвовать, чем забирать и потом всю партию защищать. Вот тут я полностью поддерживаю. Ой, до свидания. Нет, ну и потом, вы понимаете, что сейчас шахматы такие, но они в принципе агрессивные. Посмотрите, как играют топ игроки. Только вперед, только создавая какие-либо угрозы. По-другому не как. Сломбой 7. Ну и здесь я уговорил себя и сделал 3-0. Решил, что все-таки я не боюсь, и если я хочу выиграть турнир, я должен играть принципиально. Ну вот, это мое такое убеждение было для себя. Что я и сделал. 3-0, ферзь C7. Ну, можно было бы И4, да, пойти здесь? И4 можно было, да, но я вот планировал пойти конь А4. Конь А4, жертвуя центральную пешку на Е4, но при этом получая, получая очень активную позицию после Ф5. И там конь Е6 могу прыгнуть. Вот это примерно вот до сюда, до этого момента я досчитал и понял, что у меня будет очень опасная атака. Если ФЕ, то я даю шаг на Аш5. Вот примерно до этого момента я досчитал и все, я остановился и уговорил себя, что я сделаю 3-0. Примерно вот такие мои мысли были. Видимо, Женя тоже посчитал этот вариант. Видимо, Женя тоже посчитал этот вариант и пошел начал, начал, начал с ФС7. Ну, а теперь на повестке меня уже висит пешка на Е4, и поэтому я сыграл слон Ф2, слон Е7 и Ж4. Надо сказать, я очень благодарен, Женя, за то, что он нигде в этот момент в Б4 не пошел, а пошел в Б4 чуть позже, когда я уже был в принципе морально, ну и позиционно готов к этому. Рокировка, ну и ладья Аш на Ж1. Ну, это типичный ход в таких позициях, так как мы планируем надвигать пешки, и пешка на Ж5 будет защищена, ну и в принципе после того, как мы продлинем либо Ф6, либо Ж6, ладья будет там, где нужно. Ну и плюс увели ладью из полдрентгена слона на Б7. Конь Д7 Евгений сыграл, Я принципиально, Ж5, ну и здесь, конечно, уже терпеть нет смысла, и Евгений играет Б4. Ну и вот этот критический момент в партии. Напали на нашего коня, что делать? На А4 в этой редакции это хуже всего, отходить, потому что после коня С5 нас заставят забрать коня на С5, ну а потом черный бьет ДС, далее С4, и все очень-очень грустно будет. Конь Б1, либо идти во все тяжкие, как знаете, знаменитый сериал. Как гласит одноименный сериал, да, и Фарух, я на секундочку все-таки не могу не сказать добавить свои пять копеек, во-первых, как бы твой боевой товарищ по творчеству Максима Мариев заглянул в чатик, ну вот, и задал вопрос, что-то Валя сегодня молчит. Я отвечу Максиму Захаровичу, Валя молчит, потому что Фарух очень интересно освещает собственную партию, поэтому тут я все-таки предоставил слово профессионалу, чтобы не вклиниваться со своими оценочными суждениями. Ну вот, поэтому как бы и замолчал. Но это ненадолго, Максим Захарович, не переживайте. Ну вот, но вам, тем не менее, огромный привет от всех нас. Также, кстати, Александру Яковлевичу Соцкому, который я там мельком видел тоже в чате, поприветствовал. Александр Яковлевич, вам тоже большой привет от меня, от Фаруха Хукуматовича. Ну а Алина Александровна, я не знаю, передаст ли вам привет, Алиночка, передашь? Ну, я думаю, конечно, передашь, это был риторический вопрос. Ну вот, поэтому все, замолкаю. Отлично. Так. Да, ну и, соответственно, остается конь B1 либо конь D5. Ну и опять же, я опять же уговорил себя, что если я хочу выиграть турнир, я должен играть принципиально. Но надо сказать, я видел, что это продолжение ни к чему хорошему не приводит. Ну, не то, что ни к чему хорошему не приводит. При правильной игре, при правильной игре с обеих сторон, получается не совсем ясная позиция. Я могу вам показать вариант, который я досчитал, и это будет честно, я досчитал во время партии, чтобы вы понимали, почему я считаю, что это ошибка. Итак, конь D5. А Едем, Едем, мы вскрыли своего ферзя, мы вскрыли белопольного слона, поле F5 для нашего коня. Соответственно, как только конь на F5 придет, тогда и слон на D4. Понятно, что компенсация, компенсация, ну, такая видимая у нас есть. Нельзя забывать о том, что еще, ну, где-то в вариантах может быть слон на E7 будет подвисать. Вот, какой вариант я посчитал перед тем, как пойти конь D5. Ну, самый логичный ход, на мой взгляд, это G6. Потому что, если черные не играют G6, тогда, наверное, я, ну, допустим, давайте какой-нибудь ход сделаем, к примеру, там, ладья E8. и я вот думал, что тут-то я уже сразу, наверное, выиграю. Словно H7, F5 и G6. И матую. И рекон Е6, можно начинать, наверное, подбросить еще коня. Да, ну, да, хорошо, хорошо. Вот, поэтому, поэтому, G6, что касается меня, это самый разумный ход. Этот вот я считал, ну, и, естественно, конь F5. Да, брать нельзя, потому что там ферзь попался, да? Да, да, да. Нельзя бить на E7, иначе, ну, так как ладья E8, мы их нельзя терять, теряем. Поэтому, конь F5, ну, это, в принципе, разумный ход, грозим забрать на E7 шахом, грозим конь A6, грозим слон D4, и все остальное. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, мне казалось, мне казалось, черные должны были пойти ладья F на E8. Угу. Да, вот такой ход. Вот, вроде кажется нелогичный, но, с другой стороны, он освобождает клетку для своего короля на F8. И вот этот вариант я вам, я прочитал в время партии. Конь бьет E7, король F8, ладья E1, ну, защищаем коня, конь C5, слом бьет C5, DC, слом бьет G6, ну, понятно, что если черные забирают AGE или FGE, это не имеет значения, я быстро провожу D6, а следом ферзь E5, и уже готов, готов поставить мат. Единственный разумный ход, это бить на E7. И вот такая позиция возникает. Вот мы меняем все на E7, взяли, 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 даем шаг, иначе король на D6 станет, да, король уходит, и бьем на H7. Вот до этого момента, честно вам скажу, что я досчитал и уговорил себя, ну, даже если Женя все ходы поднимет, даже если вот все это случится, ну, ну, не абсолютно ведь проигранное, все-таки у меня проходные какие-то есть, у меня там три пешки за фигуры, но это я так себя уговорил, если честно. А вот так. И потом я даже проверял на компе, все, все правильно я посчитал, и все верно оценил, позиции тяжелые для белых. Но, Каиса была со мной в тот день, на фоне в 5, Женя сыграл слон D8. Но было бы по-другому, понимаете, я бы не стал вам показывать эту партию. Поэтому вот, как случилось, так случилось. Слон D4. Мат грозит, между прочим. Угрозой мат поставить на H6. Ну, понятно, что бить на F5, это, наверное, суицид, потому что я бью слоном, и на любой ход бью слоном на H7, и ферзь подключается на H5, и все заканчивается сразу. Поэтому, 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 Евгений играет F6. Еще один момент. Вот, кстати, вот, может быть, кто-нибудь из зрителей, вот, если, Алина, иди, H5. Будь добра. Да, вот, может, кто-нибудь из зрителей, вот, буквально за минуту, он сможет найти правильный ход. Как вы думаете? Я думаю, что можно в какой-нибудь уже тактический штурм, да, вот эту вот позицию заносить. С рейтингом там 3400? Ну, да. Хорошо, хорошо. Так, смотрим, что у нас там в чате. Пишут сразу F6. Молодцы. Ой, ну, Саша Сотский, Александр здесь вижу, вот, других шахматистов, не знаю. Ну, конечно, F6. Это и было запланировано. Красота, да? То есть, после... Жаш. Спасибо, спасибо. Алин, мне тоже приятно. Ой, прям, очень классно, да. О, Женя пошел F6. Ну, понятно, что пытается просто перекрыть диагонали и не получить мат. Естественно, я сразу забираю, так как мне нужно ладью подключить по линии G, я бью пешкой. GF. GF, да, а он забирает коня. Ну, в принципе, пока все разумно, все пока, логично. А черный отбивается, фигуры не хватает, но пытаются отбиться. Что делать? В этот момент я задумываюсь и понимаю, что атаку-то надо продолжать. Если я сейчас промедлю, он там как-нибудь, не знаю, сном D5 заберет. Ну да, тяжело будет уже. Еще не останется. И короля наш 8 как-нибудь спрячет и все, закончится. Вот. Поэтому я еще один красивый ход нашел. Ну, как мне кажется, может, на мой вкус, но тем не менее. фирс H5. Да, выглядит классно. То есть, теперь мы хотим где-то там съесть на G6. Да-да-да. Мы не где-то хотим, а прямо сейчас хотим. Да. Цинично хотим забрать на G6. Для этого мы поставили фирзя на H5. Ну, а если конь забирать, то, естественно, мы переходим к тем же матовым конструкциям. Женя это все посчитал и сыграл ладья и все. Ну, а вот следующий ход мне, ну, правда, мне вот я горд следующим ходом. Вот давайте еще спросим наших зрителей. Мне кажется, кто найдется, тот получит большое удовольствие. Ход в белых как бы вы сыграли. Ну, это позиция, да-да-да, вот ход, который сейчас исполнит Фарух, так и просится в любой учебник по тактике, ну, вот, потому что выглядит очень симпатично. Ну, кстати, знаешь, мне кажется, что вот такую примерно задачку можно ставить, я, короче, так сказать, раскрою маленький секрет в качестве такой дополнительной подготовки к, ну, к каким-то там соревнованиям или в принципе для поддержания формы, я стала проходить тренировочные курсы на сайте гроссмейстера Константина Руфовича Сакаева. Так. Вот. И у него там есть разные уровни, то есть есть там для кандидатов, для мастеров даже гроссмейстерские задачи, вот, и они там, например, разделены на позиционную игру, например, на динамику и что-то такое. Я вот думаю, что достаточно большое упущение Константин Руфович допустил, что вот не добавил эту позицию в раздел динамичной игры, потому что мне кажется, что вот как раз-таки вот этот ход вот для меня, по крайней мере, выглядит так, что вот, ну, давайте еще одну вот так вот добавим, потому что кому-то скучно здесь. Алина, я тебя перебью, извини, пожалуйста, а может быть, Константин Руфович и добавил бы эту партию, но она, к сожалению, не попала в базу. Это партия из моей базы, вот я Валентину ее отправил, поэтому, поэтому... Да, Алина, да, чтобы вы понимали, дорогие друзья, Фарух на самом деле поделился кусочком своего творчества, ну вот, вот, Алина, спасибо, у нас тут были небольшие технические проблемки, на самом деле, друзья, чтобы вы понимали, что сейчас происходило, Фарух, и тебе тоже открою этот секрет, спасибо Алине, у меня завис скайп, ну вот, как бы, а поскольку трансляция отстает на минуту, я сейчас просто интуитивно догадывался, что происходит. Спасибо Алиночке, скайп отвис, ну вот, и то есть, дорогие друзья, Фарух из фактически личной коллекции нам эту партию продемонстрировал, чтобы вы понимали, да, в базе вы эту партию не найдете. Вот, так что, да, я снова в теме, да, наконец-то могу видеть, что происходит за шахматной доской, Алиночка, спасибо. Да, но только у тебя камера зависла, и меня это бесит. Вот, да, это вот, на самом деле, это ОБС. Алиночка, ты включи пока камеру и выключи. Так, а у нас я уже вижу, что есть правильные ответы. Ну, давайте не принимать этот правильный ответ, потому что Саша знает, вот, Шинерс Джойн, он знает, мне кажется, эту партию. Хотя, может, хотя, может, я ошибаюсь, Саша. Хорошо, я буду рад, если вы решили сами. Не будем, не будем тянуть. Я на всех лекциях своих, поговорю, когда мы атакуем, мы должны использовать все свои фигуры. Ну, и более того, это не только в атаке, это не только в атаке, это и вообще в самой партии, в течение партии мы должны использовать все свои фигуры. Ну, и, естественно, я пошел в Ладья Дэна Е1. Ладья Дэна Е1. Опять же, вот, подключая последнюю фигуру, которая еще не задействована, плюс, плюс, я создаю угрозу. Вот смотри, какую угрозу. Ну, наверное, Ладья, ну, допустим, не знаю, Ладья С8. Может, будь добра, пойди, пожалуйста. Ладья С8, мы бьем на Ж6. Ну, понятно, что пешку надо бить. И тогда Ладья Е8 еще и жертвуем вторую Ладью. И Ферс Х8 мат. Да, очень симпатичненько. Ферсю матом на Х8. Да. То есть, я не просто так Ладью на Е1 поставил, а при этом еще и создал угрозу. Ну, и опять же, Ферс у меня все еще под боем. если вы заметили, но бить его нельзя. Бить его нельзя, так как Ладья Е8 промежуточный шаг. Ну, вот, Конь Аш5, допустим. Так, сейчас Конь Аш5? Конь Аш5, да, да. Конь Аш5, и тогда Ладья Е8 шаг сначала. И после Ладья Е8 уже Конь Аш6. Конь Аш6 мат, меня на самом деле всегда очень вот такие, как это сказать-то, экономичные матовые конструкции очень привлекают. Тут вот прям как бы, это даже не спертый мат, как вот такой мат можно назвать? Экономичный мат? Ну вот, я даже не знаю. Не знаю. Слушай, у меня, кстати, даже предложение, я предлагаю вот эту конструкцию впредь запатентовать и назвать матом Анатова, потому что как бы очень как бы красиво. Симпатично смотрится. Я буду неимоверно рада. Новый раздел задачек на Лечесе, да, будет? Там есть матовы с Россией и еще всякие, да? Да-да-да, вот теперь будет матом Анатова, да, как бы на основании партии с господином Алексеевым. Почему бы и нет? Хорошо, хорошо. Так, партия же была совсем... Ну да, и давайте уже досмотрим ее. Все, да. Ну и вот здесь Евгений пошел в ферзь Д7. Единственный ход, когда он, ну вот, не сразу проигрывал, это, наверное, в ладе Ж7, но там тоже, если я не ошибаюсь, у меня очень-очень опасная атака. Я могу просто позиционно продолжать играть там ферзь, 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 ферзь А6, забрать на Ж7 и забрать его ферзя. Вот примерно так. Да, и теперь все, да, просто подмечено. Все висит. На Т8, на Ф6 связан, ну вот такой... Ну все связано, перезавязано, да. То есть, как бы такие позиции черными то играть очень противненько получается. Ну, последовало ферзь Д7, да, но здесь... Последовало, ну а я тут уже забрал на Ж6, но немного в другой конструкции. вот тот вариант, который я показывал, он защитился от него, ферзь Д7 поле Е8 прикрыл. А вот, ну а тогда с этой стороны ладья Ж7, ну я просто забрал ладью и на ферзь Бердь G7. Нельзя на Ж7. Заладья Е8, ну, ладья Е8, конь Е8, ферзь Бердь Е8, ферзь Ф8 и ферзь Ф6. Ой, какая прелесть. Да. Да, да. Вот так. Женя пошел ферзь Ф7, ну я просто тогда сохранил ферзь и выиграл ферзь Ф6. Он забрал коня и после ладья Ж1 там буквально еще пару-трой двух ходов и Евгений признал свое поражение. Всего того, что тут на король Ф7 тут еще получается, наверное... О, я все заберу там. Слон Ф6, ферзь Х5, на Д5. Ага. После Д5 даже ладья и конь будет под боем. Ну, наверное, король Ф7 проще всего взять на Ф6 и ферзь Х5, да? Наверное. Ну, это самое простое. Да, да, да. Скорее же, я бы так и сыграл. Да, ну вот, Фарух, на самом деле, вот я хотел что сказать. Тут, на самом деле, даже как бы вот настолько я могу провести параллель вот с этой партией Таль Ларсен, потому что, во-первых, очень похожая жертва коня на Д5, как бы, которую можно отнести к разряду интуитивных. При этом, Фарух, если ты, не знаю, я очень часто на наших трансляциях вспоминаю прекрасную книжку Александра Коблинца о записке шахматиста многолетнего тренера Таля. И вот он там очень хорошо описывает состояние Таля перед тем, как он пожертвовал коня. Ну вот, то есть как бы Таль даже решился на что-то вроде внутреннего монолога и для себя сказал, что типа, Миша, ну, в конце концов, если суждено тебе проиграть этот матч, то не нужно, чтобы причина этому стала трусость. И после чего пожертвовал коня и одержал блистательную победу. Об этом и речь. Я как раз тоже исхожу из этого, понимаешь? Лучше сделать, ну, там уж получится или не получится эту игру. Это знаешь, мне еще очень нравится девиз студенчества, я как-то его придумал после двух бутылочек портвина, три топора, если очень хочется, но нельзя, то можно. Вот, то есть как бы, и как правило, если ты еще на шахматной доске это воспроизводишь, то, мне кажется, порой, если это все еще получается, то испытываешь ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. Вот, так что, вот я бы по десятибальной шкале этой партии бы поставил одиннадцать, но это моя субъективная точка зрения. Вот, потому что всегда приятно, когда смелость города берет и, в общем-то, дух торжествует над материей. Мне кажется, вот это всегда, я вот прихожу в неописуемый восторг при наблюдении за подобными вещами. Вот, ну и, кстати, Фарух, смотри, единственное, что, дорогие друзья, вот опять-таки я вижу, что нам катастрофически не хватает времени, Фарух Укуматович просил сообщить ему, когда будет 20.30. Сейчас, Фарух, смотри, уже 20.35, ну вот. 20.32. У тебя спешит. Ну, на моих 20.33, да-да-да-да. Вот, я к тому, что если у тебя какие-то очень важные дела, то тогда мы плавненько попрощаемся с аудиторией, ну вот, а если все-таки дела могут подождать, мы, естественно, в принципе, как бы ничего против не имеем того, чтобы еще провести минут 15, 20, а то и 30. В эфире. К сожалению, я не могу, я уже обещал, поэтому не буду подводить людей. Если вам будет интересно, мы можем как-нибудь продолжить, но не сегодня, мне, к сожалению. Да, я понял. Ну, видите, да, дорогие друзья, лишнее подтверждение того, что жизнь штука несправедливая. От себя скажу, ну, от лица нашего канала, что, Фарух, огромное спасибо, что пришел и огромное спасибо за столь блистательную партию, которую, ну, на самом деле, говорю, вот ее можно охарактеризовать как огонь на шахматной доске. Книгу, которую Алиса еще написал. Вот, Оленьшка, ну и ты что-нибудь скажи и дадим слово тогда Фаруху и, к сожалению, на этом закруглимся. Не, на самом деле, мне кажется, что действительно мы классно сегодня провели время. Во-первых, мне было очень интересно понаблюдать за творчеством Фаруха. Вот, например, как бы, мое такое достаточно яркое воспоминание это когда Фарух, собственно, помогал нашей сборной России готовиться на первости мира среди юниоров. Вот, и как бы я там тоже играла, вот, и Фарух мне тоже очень помогал, вот, так что такие очень теплые воспоминания из такого, ну, еще недалекого детства, но все же, вот, так что очень была рада увидеться, спасибо большое за то, что пришел к нам в гости, конечно же, будет время, мы всегда будем рады еще поболтать, вот, ну и если будут еще клевые партии, то мы тоже их обязательно посмотрим. Алинка, поверь мне, там из творчества Фаруха как минимум есть еще две партии достойные внимания, ну и Фарух, тебе слово, и я думаю, на этом как раз, что бы ты хотел пожелать нашим партийам? Спасибо большое, друзья, был рад вас видеть, Алину, Валентин, если мне хоть как-то удалось, чтобы ты там отвлеклась от своей проигранной партии, я считаю, что это интервью абсолютно удалось. Ну и все, тогда самое главное. А всем, всем, всем слушателям, зрителям вашего канала я желаю самое главное мотивации и дружеской поддержки вам на вашем канале, поддержите, поставьте лайки, я думаю, и комментарии будут тоже в плюс, ну и донаты, я думаю, для ведущих будут тоже не лишними, чтобы они дальше развивали такой замечательный канал. Всем спасибо, друзья, был рад, еще раз скажу, увидеть вас, до новых встреч. Спасибо. Дорогие друзья, всем пока. Пока.